И снова здравствуйте, всем привет! Итак, теперь такой вопрос. Допустим, есть у нас погибающий один персонаж, и значит, допустим, ну какой-нибудь охотник, да, там или за головами, или, допустим, там хочет ему за что-то отомстить с винтовкой, где-то там в горах лежит, допустим, или в каком-нибудь уютном месте. Так, есть у нас персонаж, давайте сюда импортируем какую-нибудь из Миксама анимацию. Так, импорт ФБХ. Так, так, так. Смотрим. Так, вот такой у нас персонаж. Так, что он делает? Это он просто стреляет, да? Ну, нам анимация, в принципе, без разницы, мы её будем переделывать. Так, выбираем, значит, наш рик персонажа, и, значит, этого персонажа мы оттащим вбок, чтобы потом его удалить. Так, переделываем ему, значит, настройку костей. Это M-Mixama-Addon-Crit. Погнали, переделали. Теперь выбираем нашего персонажа со всеми костями на лице, и там всякими причиндалами. Так, выбираем через Shift вот этого нашего персонажа, и делаем Ctrl-L. Ctrl-L английское, и делаем Link Animation Date. Так, вот, всё. Наши персонажи легли. Этот персонаж нам теперь не понадобится. Delete. Так. Чем он пользоваться не будет, желательно это дело, значит, удалить. H. Вот у него есть тут стволы. Стволы можно Delete ликвидировать. Так. Опять же, ремень в лежачем положении видно не будет. Давайте его тоже Delete удалим. За ненадобностью. И получается, что здесь вот Alt-H. Возвращаем наш плащ. Немножко, вы видите, придётся поработать с руками. И, значит, что? Добавить ему, значит, винтовку. N-Panel. Так, это сейчас я Screencast Key включу вам. Так. N-Panel. Всё это дело отключаем. Так. Что у нас тут получается? Вот он лежит в засаде. Вид хороший, но это для общего плана, допустим, да? Снимать, снимать, как он стреляет, из такой позы будет неудобно. Нам нужно добавить сюда ему винтовку. Винтовку я тоже скачал, потому что, ну, всё не наделать, все эти заготовки. Это шердец очень долго. Так. И что у нас получается? Значит, у нас получается папка. Смотрим, куда они тут сейчас запакуются. Так. Что у нас тут? У нас получается винтовка. Вон, аж. Какого размера. Персонаж у меня очень большой получается. А ну-ка, выберем персонажа. N-Panel. И посмотрим, какого он размера. Так, он 22 метра. Значит, что делаем? Если мы его сейчас уменьшим, то придётся анимацию всю ликвидировать, потому что он будет, наверное, возвращаться в это состояние. Вот уже 3 метра он, да? Нормально так. Метры 3, метр 64, по Y куда? В длину он метр 64. Ну, делаем его метр 80, пускай, да? Так, единица на нампаде, где наш персонаж? Так, вот это какие-то интересные кости. А, это кости, значит, наверное, с магазинов. Мы их удалим за ненадобностью. Так, теперь выбираем нашу винтовку. Выбираем наш прицел. Так, здесь есть у нас вот этот вот курок. И, значит, тройка на нампаде. Давайте всё это дело чуть-чуть уменьшим. Так, и G подставим ему, значит, под руки. Так, где у него тут держит, значит, за курок? Так, вот так, да? Эта рука у него семёрка на нампаде. Я вот эту руку сейчас, наверное, перепишу, потому что она не очень попадает, значит, к нашему держанию. Заходим в POS MODE, английская, допустим, A. Мотаем всю нашу анимацию, и нам понадобится только его поза. Так, значит, какие-то анимации мы можем удалить. В большинстве своём, да? Так, и теперь нам нужно переписать вот эту руку. Так, вот эта рука должна у нас быть на нашем стволе. Так, это, значит, G. Смотрим внимательно за пальцем. Так, смотрим за пальцами. Семёрка на нампаде. Ну и придётся R чуть-чуть докрутить. Видите, что настроить нужно потом ещё, если с этим ригом это дело прокатит, инверс кинематик, чтобы не было вот этой ломки кисти. Так, это по прошлым роликам, значит, G. Так, немножко, значит, отводим R палец. Так, здесь у нас тоже нужно поднастроить наши пальцы. Так, это R тоже отворачиваем, отводим. И вот они чуть-чуть тут не достают. Ну, на этой кисти можно просто двинуть пальцы вперёд. Фаланги, да, это как... Немножко это дело, значит, поуменьшит. Ну, в общем, массе будет смотреться, я думаю, нормально. Эти пальцы ещё мы немножко, значит, подкрутим к этим пальцам поближе. Так, что у нас с этой рукой? Так, эта рука у нас, значит... Так, 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 так... Винторез нужно сейчас будет выбрать и чуть-чуть тоже его подкрутить. Ну, в принципе, он держит его нормально, но приклад не уходит ему в плечо. Значит, мы это ликвидируем каким боком? Мы отведём тело в бок. Вот, теперь, раз это дело пошла такая пьянка, режь последний огурец, и подправляем это всё дело, значит, теперь же у него и шляпу нужно подправить на затылок, да? Так, вроде бы есть такой контент. Так, и нам понадобятся ключицы. Ключицы очень перекручены, да? Так, это G. Поднимаем ключицу, значит, вверх. Так, а вторую ключицу, G, уводим чуть-чуть назад, и R перекрутим чуть вперёд. И, значит, G чуть-чуть тоже подтянем. Видите, что у меня вылазит? Рубаха и вон, это тоже я покажу потом, как ликвидировать. Так. Патроны есть. Что нам ещё понадобится? Угу, угу, угу. Так, вот эта нога должна быть сюда. Так, а нет, забыл я, значит, это ровно, по-моему. Да, а это чуть-чуть подтянута. Так, колени чуть-чуть можно подкорректировать. И, значит, наклон нашего таза, оп, чуть пониже. Так, чуть-чуть где-то повыше приподнять. Так. И немножко, значит, тело докрутить. Тогда вот эта слишком натянута рука, мы её немножко перетащим поближе к этому, к прикладу. Хотя она должна, да, вот здесь держать, но слишком натяг идёт. Так, прописываем всё это дело А, К, блок рот. Повторюсь, если кто-то не, ну как, не смотрел прошлые ролики, смотрите, если кейнг вот этот отключаю, и английское выбираю, значит, то у меня окошко всплывает, я выбираю здесь или локация, ротация, скайл, или просто локация, ротация, или ротация, отдельно ротация, и так далее. Если вы постоянно что-то делаете, допустим, с увеличением, то выбирайте лок рот энд скейл, или просто лок рот, это вот локация и ротация. Так, заходим теперь в обжиг нот, выбираем наш винторез, выбираем, значит, наш вот этот затвор, и, наверное, чуть-чуть R винт перетянем, да? Ну, как-то так. Всё. Значит, гражданин готов. Давайте назначим какой-нибудь материал нашему стволу. Такой вот пусть будет. Так, что ещё? Желательно добавить бы нашему стволу косточки, потому что руководить будет неинтересно. Так, тут вот ещё рука чуть сместилась, сейчас мы её перепишем. Заходим, выбираем кости, заходим в Edit Mode, так, тройка на нам паде, всё, винтовка на месте, она нам на месте и нужна. Вытаскиваем, значит, E косточку Alt-P Clear Parent G подставляем, значит, нашу косточку к прикладу от той точки, от которой мы хотим, чтобы это всё дело крутилось, да? Я думаю, что лучше крутиться, пусть она будет от приклада. Так, значит, всё это мы G установили. Теперь нам понадобится так, косточку выровнять и, значит, из этой косточки семёрка на нам паде, вытаскиваем ещё одну косточку, Alt-Pin Clear Parent косточку будет, у нас будет, значит, вот это, как её называется, наш затвор, много костей не буду вставлять, тут, конечно, можно вставить более так прикольно, да, ну пусть будет так, вот одной косточки в принципе будет достаточно. Ну, чтобы это всё дело далеко не убегало, семёрка на нам паде, так, давайте тройка на нам паде и попробуем ещё ей одну косточку вытянуть, как ориентировочная, да, эту кость вяжем к нашему стволу Ctrl-Pick и полсет, а эту косточку, которая будет отвечать за затвор, вяжем к нашему затвору главной косточке, то бишь, как бы рут кость будет. Так, это понятно, тройка на нам паде, но теперь нам нужно что, Shift-D сделать, так, значит, вот эту штуку под патроны, вот так, да, и, значит, E, вытащим ещё одну косточку, это будет один патрон, Alt-P, Clear Parent, и вяжем её к этой кости, Ctrl-P, Keep Offset. Так, теперь, вот эта кость будет управляющая за вот эти патроны, она вяжется опять же к нашему стволу, Ctrl-P, всё, она привязана. Так, что ещё, если мы будем руководить верчением, кручением нашего вот этого, значит, какого, прицела, то добавляем и сюда, значит, косточки на кручение, чтобы вот эта вот подводка была, но я пока этого делать не буду, в принципе, мне достаточно вот этих костей, кость вот эту не буду я привязывать к руке, потому что, ну, будет, возможно, казус, я так немножко заморочусь. Так, теперь, что получается, выбираем вот нашу вот эту штуку, и, значит, теперь в Edit Mode выбираем L английская наш патрон, делаем P Selection, да, отделяем, выделяем L нашу вот эту площадку, а ну-ка, тоже P Selection, выделяем нашу площадку, смотрим, чтобы именно всё выделилось, это тоже P Selection, так, с этим пока разобрались, ну, здесь я не буду ничего отделять, пусть пойдёт, да, теперь, что, так, пока кости аж скрою, так, это что у нас получается, Set Origin 3D Geometry, отводим, вот, тут ещё получился вот этот мусор, да, Edit Mode, английская, L, L, надеюсь, всё выделено, так, P Selection, и что тут ещё, какая-то Pim, да, тоже P Selection, чтобы ничего не забыть, в Object Mode заходим, выбираем, так вот, вот эту часть, вот эту, подставляем её назад, и объединяем, вот, с этой штукой, Ctrl P, или лучше, Ctrl J, так, объединили, так, пока, это дело, тоже мы, переключаем, с этой резины на 3D диаметрию, так, Ctrl Z отскочила, не туда, так, это мы отводим, выбираем полностью нашу пулю, последнюю, какую-нибудь, Pim, и делаем, Ctrl J, ага, Ctrl J, всё, вроде бы, как бы, всё, да, так, и теперь, что мы делаем, вот это всё дело, возвращаем назад, Alp H, возвращаем наши кости, вот эту, одну пулю, выбираем, делаем, Set Origin 3D геометрии, поднимаем её, вот до этой косточки, до нашей, а теперь делаем, смотрите, Shift D, опускаем вниз одну, Shift D, ещё одну пулю, Shift D, по-моему, их 5, входит Винчестер, да, Shift D, 5 зарядка, по-моему, был, так, всё, подставляем, всё, на 5 зарядов, теперь, вот эти все пули, мы объединяем, или можем, каждой пуле, подставлять свою косточку, ну, это геморно, это надо будет, и в стволе, значит, делать анимацию, делаем, вот этим пулем, Ctrl J, и объединяем, и объединяем эти пули, вот с этой площадкой, делаем, Ctrl J, теперь, выбираем всё, что мы объединили, выбираем управляющую кость, заходим, в Post Mode, выбираем эту косточку, и делаем, Ctrl P, делаем бомб, так, теперь, заходим в Object Mode, выбираем вот эту, одну пулю, и делаем, привязку к одной, именно на пулю, вот на эту, Ctrl P, бомб, так, дело сделано, теперь, нам понадобится, винтовка, и косточка винтовки, заходим в Post Mode, выбираем косточку винтовки, делаем, Ctrl P, бомб, всё, это дело, привязка, надеюсь, прошла, сейчас будем тестить, так, теперь, а вот здесь уже, а вот здесь уже, значит, будет плоховато, да, а, нет, всё нормально, значит, вяжем вот эту штуку, вот, косточки, которые будут крутить, наш затвор, Ctrl P, бомб, так, а эта косточка, наша управляшка, она будет всё это дело двигать, так, ну, вроде бы всё, вроде бы всё, так, всё с этой штукой, с вылазением, значит, нашего вот этой рубашки, разберёмся попозже, так, 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 ну, вроде бы тут, это, вроде бы, как бы, всё, так, теперь нам понадобится, протестить, RIG, заходим, заходим в POST MODE, и, что нам нужно сделать, нам нужно, нам нужно, значит, первое, заменить вот эти кости, да, хотя бы одну вот эту, это будет N панель, у нас N клавиша, RIG TOOL, находим какую-нибудь, так, стрелки, ну, давайте стрелку, так, сделаем стрелку, поближе сюда, и чуть-чуть её побольше, чтобы я её, всегда видел, назначим ей цвет, раз тут красного нет, пусть будет красный, так, ну, и теперь, подправим руку, значит, G, вот сюда, и вот, мне интересно, где я enter палец, да, видите, вот, в Миксама, значит, анимация-то она есть, ну, насколько нужно её ещё подгонять под тот или иной, значит, наш аппарат, вот так вот, вот, прописка, А, и всё прописали, всё на месте, теперь, стройка на нампаде, значит, так вот, ну, давайте попробуем по прикольному сделать анимацию, да, значит, шапка-то у нас есть, а наша у нас с костью, правильно, нафига ж мы-то вставляем кости куда-то, если это дело не будет работать, пропишем А, и, так, теперь нам понадобится десятый кадр, да, смотрите, что делаем, выбираем нашу руку, так, рука, перекручиваем сначала какой-нибудь позвонок ему, чуть-чуть приподнимаем голову, так, так, ставим руку, значит, в такое положение, палец, значит, как бы, ну, возвращаем назад, наверное, да, вот эту вот часть, когда вы что-то делаете, желательно, чтобы больше было вот этих вот, значит, возвратов, движения каких-то частей тела, чтобы он, мертвого, допустим, не лежал без движения, так организм делать не может, да, и тогда, а, и прописываем, так, вот магазины, так, ну, магазины можно сразу туда опустить, хорошо бы, конечно, если бы он раз их там с кармана достал, и потом их, короче, открыл затвор и туда засунул, долгая песня, давайте рассмотрим вот именно чуть-чуть покороче, а то ролики затягиваются, и большинство не вытягивает их смотреть, наверное, так, это десятый кадр, так, вот эту штуку, значит, засовываем, прописка, и, значит, потом вот эту вот косточку, CFD, на первый кадр, как будто она и была там засунута, да, вот, чтобы не вылазила, так, теперь, значит, на каком, ну, давайте на 20 кадре, так, здесь у нас же еще, видите, рука-то поднялась, вот это все выбираем вместе, значит, со стволом, тройка на нампаде, выбираем наш затвор сразу, потому что, а, нет, затвор можно не выбирать, он привязан к руд кости, короче, все они привязаны, тут без разницы, да, о, плашка, значит, отсоединилась, так, ствол, значит, чуть-чуть опускается, а, и, и, значит, где-то, на 20 кадре, ги, 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 рука перекручивается, вот так как-то, так, 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 голова, перекручивается, и, значит, ги, достается до шляпы, а, и, прописка, так, и здесь, где-то тоже, наверное, до 30 кадра, выбираем только руку нашего персонажа, нашу шляпу, тройка на лампаде, и делаем R, вот так вот подправляем, а, и локрот, и локрот, ну вот вы видите, что, в чем, за что я и говорил, вот, рука у него мертвая, да, получается, когда он подправляет, вот эту шляпу, вот эта рука, тоже должна совершить, какое-то движение, ну, допустим, ослабиться, да, допустим, там, раз, легла на какой-нибудь бугор, а, и, прописка, вот, но не синхронно, не на одном кадре, а на отдельном это все делать, так, ну, опять же, он двинулся, да, и он поднимается, но у него же еще, выбираем руку, выбираем нашу шляпу, выбираем нашу, вот эту какую-нибудь косточку, делаем R, подъем, и пока он поднимается, да, вот эта нога у него тоже чуть-чуть движется, допустим, так, а эта чуть-чуть туда, вбок, ну, можно еще немножко таз, допустим, подвертеть, а, и, и смотрите, что у нас получается, персонаж у нас лежит, и видите, у него и ноги движутся, вот, у него большая часть движений происходит, можно еще даже на, вот этом кадре, выбрать колено, и, допустим, раз, чуть-чуть его подкрутить, чтобы и колени были задействованы, здесь тоже колено, тоже чуть-чуть G, и поднять немножко, дать ему, короче, движение, так, вот она уже, хоп, так, и то же самое, потом нужно проделать на этих кадрах, можно даже, возврат какой-нибудь сделать, вот этих вот, двух кадров, выбрать те кости, которые нам нужно вернуть, и все будет зашибись, так, шляпу-то он поднимает, теперь смотрите, английская, чтобы назад не возвращаться, он на одном месте лежит, это без разницы, да, выбираем первый кадр, или, допустим, какой лучше выбрать, да, ну да, лучше на первый, CFD, и подставляем его где-то, на сороковой, допустим, кадр, сейчас посмотрим, может тут ускорить нужно будет, потому что, человек приподнимается медленнее, чем, допустим, расслабляется, и опускается, так, есть такое дело, так, ну здесь у него, шляпа-то, видите, мы-то ее уже подняли, и нам нужно, значит, выбрать вот эту шляпу, и скопировать ее положение, Shift-D, на сороковой кадр, все, теперь видите, что шляпа задранная, все нормально, значит, гражданин смотрит в прицел, вот опять же, у него почему сдвинута рука, потому что, нам понадобится, так, вот эту косточку, вот эту косточку, двинуть в бок, так, и тогда рука, в принципе, почти легла, так, ну можно чуть-чуть подправить, не без этого, так, английская А, и делаем прописку, все подправляем, так, есть такое дело, и, значит, персонаж у нас, что, персонаж у нас готов к стрельбе, так, и вот это, в принципе, и вся анимация, следом идет анимация, допустим, стрельбы, сделаем ее тут же, опускается у нас, значит, вот это, тело, R, выбираем наши, косточки, так, делаем G, так, control Z, не выбрал я, значит, кисть руки, делаем G, R, голова, значит, немножко R, выпрямляется, так, и, так, 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 как бы наш гражданин, не получил себе по зубам, семерка, на нампаде, делаем R, G, вот, плечо, вроде бы, упёр, чуть-чуть, ну, и голову немножко еще в наклон и в поворот, и, значит, тут еще можно какую-нибудь косточку перекрутить, во, а, и, в принципе, средненько без шлифовки пойдет, смысл понятен, да, так, и тут он, и, короче, здесь у него совершается выстрел, выстрел совершается, значит, с задержкой, и получается, задержку ставим больше, это 60, 70, 80, да, допустим, на 80 кадре, делаем выстрел, какую-нибудь косточку, так, не, не эту, вот эту косточку, тройка на нампаде, и делаем, допустим, 100р, 100р, так, теперь нужно немножко, значит, понизить вот эту штуку, прописываем, так, делаем движение ключиц, так, G, значит, чуть-чуть у него, содрогается шляпа, в принципе, что он еще может сделать, он может еще, допустим, моргнуть, моргание, это ему нужно добавить, было еще на тех тоже кадрах, а ну-ка, R, А, И, потом, значит, R, глаза открываются, только прописываем глаза, так, здесь, значит, глаза закрываются побольше, и даже, наверное, один глаз, этим-то он целится, да, да, потом идет выстрел, закрываются у него два глаза, потому что от выстрела такая штука, да, так, ну, глаза я потом ему подправлю, сейчас не хочу заморачиваться, прописка И, и потом, значит, G, Alt, R, прописка И, отключаем видимость костей, N панель нам не понадобится, ориентир тоже, и что происходит, угу, и здесь, пока он моргает, здесь у нас, значит, винтовка, руки, уходят в первоначальное положение, допустим, да, перед стрельбой, CFD просто скопируем на 85, допустим, ну, и R опустим пониже, и, значит, персонаж, как бы, приподнимается, о, А, И, прописка, так, и здесь, резкий должен быть, выстрел, да, так, опять же, выбираем наши кости, кройка на нампаде, делаем R, G на него, значит, как бы, удар, R приподнимается, и наш персонаж, что-то должен тоже сделать, допустим, вот, допустим, дернуться, да, и ноги должны, как бы, раз, распрямиться, А, И, так, что получается, он раз, 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 целится, целится, по-моему, бац, все, как бы, стрельнул, выстрел прошел, так, нормально, все, он посмотрел, что там, да, как, запечатлели мы его, пойдет, так, что бы хотелось, значит, сохраню этот файл, файл, save as, ковбой стреляет, лежа, стреляет, ну, что еще не хреблю, так, сохранить, так, и, чтобы еще ему придумать, тут весь, теперь, вот, ради чего, эта вся фишка была, задумана, да, нам нужно, теперь, после того, как мы этого персонажа, поместим, значит, в общую локацию, так, давайте, еще раз, сохраню, и смотрим, файл, open, находим, бандит, третий, где он умирает, да, так, вот они тут, горы, находим горы, находим, шейдинг, open, находим папку, так, где он тут, бандит, находим текстуру гор, так, все, нашего персонажа, тут, в принципе, нет, линкованного, да, да, я его удалил, ну, мы, мы, залинкуем, сейчас, сюда, другого персонажа, и положим его, вот, на этот склон, вот, на этот, файл, ринг, находим, десктоп, находим, значит, комбой, находим, где у нас комбой стреляет, так, где он тут, вот он, находим его, коллекцию, коллекцию, подгружаем, смотрим, где он сейчас появится, так, и что-то его тут не наблюдаю, а, он у меня уменьшенный, наверное, да, ну, да, так, семерка на нампаде, и положим его, ну, на какой-нибудь склон, да, так, где у нас бандит тут умирает, так, он умирает тут, а положим, давайте вот сюда его, бамс, так, а ну-ка, что-то я, плохо вижу, нынджи, нужно эту сцену побольше уменьшить, потому что, ну, большой размер у этой сцены, поэтому, вот такая штукенция, да, так, теперь, значит, г, как бы, наверное, вот сюда мы его за сандалин, видите хорошо бы тут еще такие площадки искать или потом вмять а вот суп персонажа было видно персонажа немножко значит углубляем чтобы ему еще подложить какой-нибудь камень допустим да так смотрим вот хороший такой ракурс зашибись да и вот это все дело мы значит сохраняем и потом пишем все тут он бац 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 и получается тогда наш комбой он тот главный герой персонаж он получается у него и не стрелял стрелял этот гражданин как раз пуля будет показано что залетела именно с этой стороны и нужно будет анимацию еще пули посмотреть я вам потом покажу как это все дело делать так линковую сцену выбираем делаем r чуть-чуть доводим докручиваем ну чтоб четко было и смотрите располагаем так чтобы у нас как бы вот персонаж вот не по центру может он по центру держать но в основном он должен занять какую-нибудь угол вот вот этот угол лучше наверно вот этот вот таким вот образом видите тут уже снимать не интересно если сдалека допустим вот раз он там выстрел и мы накладываем крупный план того персонажа который погибает до летящая пуля допустим задержку ставим этому персонажу вот который падает и должна вылететь пуля находим нашу пулю так где она тут вот это все сохраню файл cd и теперь чтобы прописать нашу пулю нам нужно значит залинковать до залинковать эту сцену нашему ковбою там все это тоже сделать а потом короче значит удалить основную сцену которая будет линкова на и оставить только с с пропиской значит нашего вот этого персонажа или лучше пулю пулю заложить сюда уже в эту сцену и прописать просто пулю от выстрела так наверное сделаем сейчас все это дело просмотрим так будет наверное удобней меньше движений так все это дело сохранено но допустим смотрите вы захотели сделать как в игре да вот вот от первого лица допустим вот эту вот стукенцию вот так видите уже мешает нам шляпа голова руки то у нас нормально все лежат все на курке сделаем еще одну сцену так давайте какой момент да откроем нашего ковбоя вот вы заметили что все теперь ковбоя нам переносить не надо он в цель сцену залинкуется там где мы его сохранили в той сцене но мне не нужен теперь вот этот персонаж вот и мне нужны только его руки и ствол что мы сделаем так 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 а мы сделаем вот так вот а на нулевом кадре alt g alt r и пропишем и лократ вот такая штука заходим теперь в обжит мод так заходим в обжит мод и получается глаза нам не понадобится шляпа нам не понадобится так сам персонаж видите что он есть но нам понадобится зайти в edit мод включить рентген нажать c английская и желательно чтобы плечи остались а вот это все ноги нам не понадобится элит вертиксы так теперь заходим в обжит мод выбираем наш вот эту фуфайку так проделаем с ней то же самое единицам нам паде c сбрасываем выделение делаем c вот так вот и делаем дэлит вертиксы так нам не понадобится теперь майку вообще можно удалить нафиг тут тут подкорректировать где-то что но не суть вопроса так усы а это что у нас зубы элит мы в принципе все вот это нам вот этого нам достаточно так он у нас кости кобуры тут какие-то кости ну ладно обжиг мод так включаем где он лежит и смотрим что у нас получилось так получилось у нас вот такая штукенция вот видите да тут можно потом под нее прописать заряжание значит магазина вся дня сейчас все это дело тоже сделаем жаль что не получится удалить какие-то кости в принципе от ноги но ноги нам не мешают а где-то впереди вот можно рик вот лица вот эту дарить допустим заходим выйдет мод и вот эти кости просто удалить литбом допустим косточку для поударить косточки глаз тоже ликвидировать косточки магазинов пойдет возвращаемся с моим так вот это бляха тоже долой нам теперь понадобится камера так это значит камера добавляем камера добавляем камеру стройка на нампаде делаем r g и подставляем к нашему стволу 0 на нампаде это маловато заходим в камеру и ставим 18 миллиметров так уже лучше 1000 метров стоит чтоб дальность видеть потому что у нас большой объект и камера может не видеть какие-то части так так значит что мы видим 0 на нампаде мы видим приклад shift f немножко погуляем так и видите что вот эта штука мне не нравится вот значит нужно подняться чуть чуть повыше чуть чуть пониже так чуть-чуть сбоку как он там смотрит да вот отсюда он смотрит так установить ее как надо так сильно перебегаю вот так вот так 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 0 на нампаде смотрим нашу анимацию как тут он шляпу поднимает но нам тут нафиг с нужно выбираем камеру ставим допустим чуть-чуть 21 можно ведь еще подальше и ставить ну вот как бы вот так да да ну чтоб приклад вот этот не было видно так как бы вот так вот и можно чуть-чуть даже р ее перекрутить а ну-ка вот так shift f немножко погулять ну как так то да и вот это все дело нам нужно сохранить получается у нас вот такая настройка так выбираем камеру что тут еще перспектива ортогонально а ну-ка проверим панорам на вот панорамно будет лучше наверно что такое так с первого 23 ну в принципе чем смотрим анимацию вот видите вот это вот штука ее желательно ликвидировать так а ну-ка выбираем камеру и камеру наверно так тройка на нампаде чуть-чуть чуть-чуть еще отведем так 0 на нампаде shift f вот поближе вот так будет наверно да лучше а ну-ка shift f все видите руки тебе не пропадают ничего не западает так чуть-чуть отведем еще назад так приклад у плеча нужно все это дело подгадать прописать даже можно камеру вот где он шляпу допустим поднимает чтобы ну реалистичнее было да так все это дело смоем так шляпу он положил оп и здесь shift f а ну-ка вот такая должна получится штукенция охраняем этот файл так файл сейп ас будет лежа стреляет допустим да это будет 2 и и теперь смоем если мы сейчас все это дело залинкуем сцену как это будет смотреться как ковбой лежа бандит 3 так вот здесь он лежит мы сюда теперь файл линк линкуем еще одну сцену именно делом тут находится ковбой и значит вот она коллекция коллекция так все переводим и ложим вот это все дело кладем ложим на это же место так и наверно камеру придется именно ставить тут а не в это не в линкованной сцене потому что эта камера работать не должна по идее да она работать не будет будет работать только ну в другой сцене так делаем значит здесь с так перетаскиваем ее отсюда вот увидите что у нас двойная анимация да так нужно по этому персонажу все это дело четче подогнать а ну-ка с увеличить и тогда вот этого персонажа можно делить ликвидировать и останутся у нас одни руки вот эти и мы сохраним еще раз один файл файл сейф это будет бандит 3 будет бандит 4 но лучше подписывать пишите допустим если вот линкуете что то допустим бандит линк и то что вы линкуете допустим это руки ковбоя так теперь нам нужно удалить вот эту камеру в линкованной сцене вот этой где ковбой лежа стреляет один тоже нужно переписывать а то так заблудиться можно эту камеру делить файл сейф сохраняем и заходим теперь в файл находим open бандит лежа стреляет так бандит руки ковбоя вот он видите уже не то нажал теперь нам понадобится камера в этой в основной сцене так 0 на нампаде shift f погуляем найдем нашего бандита убивцу так подгоним нашу камеру где то так да смотрим сколько у нее здесь настройка 50 можно 42 поставить на 1000 но тут другой вопрос видите что немножко я тут косяка упорол и получается теперь нужно вот этого линкованного персонажа откручивать чтобы он видел нашего вот этого бандита так опять же видите теперь этот ракурс не видим тогда придется чуть-чуть наши вот эти руки приподнять а ну-ка 0 на нампаде семерка на нампаде и подгадываем его значит под выстрел 0 на нампаде вот здесь он должен появиться вот в этом значит прицеле должен должен появиться тот наш персонаж но у нас сцена линкованная да вот этот у нас прицел он залинкованный и настраивать его придется именно в другой сцене есть неудобство но надеюсь получится да так смотрим 0 на нампаде и 0 на нампаде выбираем камеру shift вот когда так руки значит так ну вот тут он и должен быть если что потом уже персонажа мы подкорректируем подправим тоже чуть-чуть развернем кто там по локации увидит что гора чуть-чуть ну так вот сдвинулась или вот так допустим да так есть такое дело ну вот такие дела файл сохраняем это у нас линк руки ковбоя все теперь значит заходим в сцену и надо настроить нас вот этот значит прицел если сработает если нет тогда прицел нужно сюда отдельно заносить вот отдельно и значит отдельно уже подставлять как бы сюда ну это сейчас уже будем думать давайте попробуем вдруг получится так вот как еще с этим приближением сыграть придется персонажа на каком-то значит кадре передвинуть прям поближе к стволу тоже посмотрим как это сейчас сделать давайте и так значит что у нас все готово нам нужно картинку подставить значит под этот объектив правильно правильно значит делаем такую штуку погнали значит в онлайн добавляем значит наше видео это значит видео добавляем сначала снимаем значит как я делаю делаем рендер да какого-то момента находим где наш тут персонаж допустим вот они да и добавляем сюда изображение изображение можно скачать значит опять же в интернете прицел выставляем выставляем все это дело как-то вот так да давайте проверяем где у нас тут что будет так можно видите выделять вот это все дело и значит подставляем вот здесь уже не нехорошочее так здесь вот тоже видите пропадает все это ну можно делать допустим на весь экран так делаем на весь экран и смотрим где чего какой момент мы можем здесь взять так вот покойник есть так главный герой стоит задержку можно это все дело обыграть переходы вот он ролик у нас полностью выходит в рамки так значит что все это дело значит сохраняем прогоняет сейчас у нас все это и потом мы это закинем в нашу сцену сначала еще зайдем в редактор значит нашего монтажа видео сейчас я все покажу жмем сохранить и сейчас все это дело сохранится заходим в монтаж значит роликов так находим open находим значит загрузки где тут ролик сохраняем наш ролик закидываем вот сюда так здесь можно со звуком можно без звука давайте звук удалим кат потом монтаж будет другой будет монтироваться так нам допустим нужно выбрать обрезать какой-то момент значит это дело мы удаляем так раз и бац находим какой-нибудь тут более правильный такой но желательно наверное его отдельно снять так давайте я сейчас его отдельно сниму потому что это будет на основную картинку потом для монтажа да делит удаляем и так переделал я значит как снял анимацию с экрана чисто одного нашего персонажа удаляем значит обрезку и ждем где он тут так обрезаем делит удаляем и вот он раз он тут помер все так звук в принципе не понадобится теперь что файл файл с экспорт видео и сохраняю в формате так моф пойдет в моф можно в mp4 конечно но я всегда в моф делаю так есть такое дело так есть у нас вот персонаж с этого я значит снимал заходим 0 на нампаде вот сюда да и теперь добавляем так наверное не в эту сцену давайте добавим в другую сцену это значит open так cancel так файл open ковбой лежа стреляет так вот они наши руки сначала настроим наш объектив выберем наш ствол зайдем в edit мод выберем нашу полигоны выберем наш зрачок сделаем пи selection так ну а этот зрачок нам в принципе наверное не понадобится ну давайте ему тоже сделаем пи selection первый раз так делаю не знаю что получится так теперь выбираем наш этот зрачок это уже в object мод выбираем один зрачок и привяжем его значит к нашей косточки посмотр вяжем к стволу control пи он так ускакал да а ну-ка h скрываем выбираем alt h так это значит так привязываем set origin 3d геометрии поднимаем наш зрачок делаем alt h возвращаем все на место выбираем только наш вот этот зрачок опускаем его так стволу он должен быть уже привязан и значит все это дело переведем поближе к нашему вот этому объективу надеюсь я попал нифига я не попал так вот так вот так вот ну ну видите что объектив у нас значит черный и ну темный да ну нам нужно зайти в шейдинге и вот это все дело переделать delete add добавляем значит mix shader mix shader подставляем потом добавляем эмиссию добавляем transparent бдсф добавляем значит колорамп ну в принципе все да так а это же будет без текстуры так текстуры то не будет а ну-ка и так значит настройка вот такая вот здесь значит установлена наша вот эта вот штука прицел все вот здесь происходит какая-то суета все нормально бамс 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 все это он смотрит возможно он даже самый не будет стрелять возможно стрельнул он и тогда раз этот смотрит типа на него да нормально это дело мы значит проверяем ставим больше значит сколько нам тут надо на весь ролик допустим да 4000 а 6 6000 кадров можно ли это дело конечно уменьшить ну как начать с какого-то кадра рендер допустим с 500 лучше обрезать видео на две части так это дело есть да так как это все дело подставляется подставляется картинка и значит делается вот такая настройка по прошлым роликом экономлю ваше время вот так все это дело здесь выглядит так теперь еще что можно сделать давайте заменим вот эту картинку на другую не знаю заработает нет находим значит видео и только нашего падения нашего вот этого персонажа так смотрим что у него тут по покадровки все увидите что штука не работает да бывает такая хренатень не знаю почему значит давайте это дело как дэвид удалим так сначала давайте скопируют эти вот опять настройки сделаем копии зайдем лаяут эту придется теперь удалить это не знаю почему есть варианту кто знает почему она значит приходится ее заменять так и значит эту мов импортируем сюда тройка на нампаде делаем делаем с делаем g так не понял чё и тут удалил а нет все нормально то им сколько там у нас будет покадровки где-то 400 кадров так теперь уменьшаем делаем с джи подгоняем в наш значит объектив джи с делаем побольше можно сделать джи поближе ну тогда стекло нам в принципе нафиг не нужно может при настройке света будет какая какой-то отбрызг да так теперь заходим шейдинги находим у вставляем ctrl v сочетание клавиш вот эту вот штуку нашу повязку вот эту значит джи отсоединяем вот это все удаляем дэвид и присоединяем ее так вот у нас теперь прозрачный фон тут эмиссию можно поменьше можно побольше ставить но больше не надо слишком ярко будет вот чуть-чуть вот так вот типа за стеклом да смотрим теперь анимация работает ctrl z выбираем наш вот этот план и привязываем к ригу заходим в пост мод выбираем ствол ctrl p вон и смотрим раз видите выстрел произошел все нормально все зашибись так сохраняем еще раз это будет у нас уже файл сейф а значит плюс это будет второй кадр и значит вот теперь в чем косяк нужно теперь бандит вот эту часть теперь нужно заменить отменить так делит теперь файл линкуем сюда еще одну штуку эту десктоп бандит так 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 не это не прицел значит а куда я сохранил ковбой дам ковбой коллекция коллекция а ну-ка тройка но по монету я залинковал а ну-ка а нет это падает бандит семерка на нампаде делаем r перекрутку g уводим где он должен лежать с g подводим к нашей камере делаем с и вот теперь навряд ли я на нее попаду так а ну-ка так а ну-ка а где он должен лежать так g подводим ложим а перекинил так 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 ну как то так тогда теперь выбираем нашу камеру дэвид удаляем вот эти покадровки и выбираем нашу линкованную сцену делаем 0 0 вот так теперь значит же так а ну-ка джи еще уводим пальцем а 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 так а ну-ка что ты тут выкабул чего истин ну как то так то конечно он стоит не в ту сторону а ну да картинку на перевернуть развернуть ну файл сохраняем файл сейф вас это будет western бандит еще одна функция и файл значит open заходим бандит так картинку выбираем семерка на нампаде делаем r вот в эту сторону он уже хорошо упадет вот сохраняем заходим в файл теперь open и все в эту сторону вот теперь нормально Ну вот такая штука Все, всем пока, до свидания В следующем ролике, если кому интересно Полет пули можно рассмотреть И пишите, какие вопросы вам интересны